Мы с вами возвращаемся на лед Моторпойнт-арены в Шеффилде, где сейчас Подходит к концу Разминка второй группы участников Четыре пары По ходу их выступления я, естественно, буду представлять А сейчас хотелось вернуться К этой теме, о которой я уже говорил Вот то, что снялись соревнования Алены Савченко и Робина Шелковы Таким образом, явные фавориты чемпионата Европы Теперь Татьяна Волосожар и Максим Траньков Но не будем забывать и о двух других наших парах Вера Базарова и Юрий Ларионов Серебряные бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата Европы Таким образом, будут, естественно, также претендовать на падание на пьедестал Но и Ксения Достолбова и Федор Климов, дебютанты Европейского чемпионата Тоже, естественно, будут бороться за самые высокие места И, конечно, было бы очень неплохо для них уже в своем дебютном европейском чемпионате Показать очень хороший результат Не буду говорить, реально ли они смогут претендовать на место на подиуме Но, во всяком случае, в отсутствии Савченко и Шелкова У многих появляются шансы на пьедестал Пожалуй, главными соперниками Главными соперниками наших пар Будут, скорее всего, итальянцы Стефания Бертон и Анджей Хатарек Также англичане Стэйси Кэмп и Дэвид Кинг Немцы Морлин Хауш и Даниэль Венде Словом, есть с кем бороться Ну, а сейчас завершилась разминка И первыми сейчас выйдут на лед французская пара Дарья Попова Такая чисто французская фамилия Ее партнер Бруно Массо Дарья Попова москвичка Это пара новая Дарья по 17 лет Партнер постарше На 5 лет, 23 года ему Они, кстати, чемпионы Франции Этого года, 2011 года И на этом чемпионате они опередили Как раз Ванессу Джеймс и Моргана Сипре Которые в итоге были серебряными призерами Кстати, у этой пары и предварительно заявленные элементы Такая программа выглядит гораздо сложнее, чем мы видели у тех же чехов или болгар Здесь уже и параллельный тройной тулуп И подкрутка Также тройной луц Выброс тройной салька Все это мы с вами сейчас увидим Программа более сложная Но эти элементы еще надо исполнить Как раз в тройной Подкрутка тройной луц С самого начала программы С тройной тулупом Также справляется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово! Тот самый выброс тройной сальков Я думаю, арбитры должны его оценить Высоко АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Ну вот мы увидели с вами подряд выступление двух французских пар. Хороши были Иванеса Джеймс и Морган на Кипре, получившие свыше 50 баллов. Ну и чемпионы Франции тоже блеснули. Программа их посложнее, чем у французских друзей, соперников. Ну и исполнено, все было замечательно. Я думаю, что все элементы будут оценены достаточно высоко. Пока самая высокая оценка за технику была у Иванеса Джеймса и Моргана на Кипре. Помним, где-то в районе 29 баллов с небольшим. Но здесь, я думаю, может быть еще выше оценка. Пара действительно новая. Во всяком случае, обычно нам дают информацию о том, о их лучшем результате в сезоне, в короткой программе. Но вот здесь такого результата просто нет. Я думаю, что ту оценку, которую сейчас они получат, естественно, и будет их лучшим результатом. Довольны на сами фигуристы. Но оценка за технику, может быть, возьмут они этот рубеж в 30 баллов. Ну и многое будет зависеть от оценки за компоненты программы. Вот их тренер Жан-Франсуа Балистер. И вот у меня есть информация, что еще один из тренеров этой пары Инга Штояр. Но его мы не видим. Да, вот 30, 1 из 62 сотых. Очень довольны. За оценка за компоненты примерно такая же, как и у предыдущего французского дуэта. Но и они лидеры. Почти 54 балла. 53,91. Ну что ж, два французских дуэта пока впереди. Следующая пара у нас Анайс Морант, 80-летняя фигуристка. И ее партнер, бывший одиночник Кимати Леман. Швейцарская пара. Вместе они с 2010 года. И бывший партнер Анайс Морант Антуан Дарсас. Она с ним выступала. И выступала достаточно успешно. Более подробно по окончанию их короткой программы. Да, уже во время полета партнерше было понятно, что выезд может не получиться. Выброс тройной Риттбергер. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно, что на фоне двух предыдущих французских пар, конечно, швейцарцы смотрелись не самым лучшим образом, да и с самого начала как-то у них не заладилось. Падение на выбросе в тройном флипе. Конечно, там будет за этот элемент оценка невысокая. Ну, а, кстати, у них в сезоне лучший результат всего-навсего 37,76 балла. То есть понятно, насколько они уступают в классе тем же французам. Так вот, Аннаис Марант, я уже говорил, выступала раньше с Антуаном Дарсазом. Мы помним этот дуэт. Но затем дуэт распался. И Гурицка одно время хотела выступать вместе с Ильей Глебовым из Эстонии. Это была достаточно длинная история, потому что для того, чтобы выступать на том же чемпионате Европы, нужно было какое-то время. Так сразу же это не делается. Допустим, решили и сразу же поехали на чемпионат Европы представлять Швейцарию. Должно было быть какое-то время. Но, как говорится, не дождалась Илью Глебова на Эстмарант. И в конце концов нашла себе другого партнера, 20-летнего Тимоти Лемона, бывшего одиночника. Инга Штойер. Вот здесь он уже реально тренирует эту пару. Второй тренер Ричард Лерой. Минга Штойер. Понятно, что для него самое важное событие случилось еще до начала соревнований. Опять же, я возвращаюсь к этой теме, что Лена Савченко и Рубин Шелковы за два часа. То есть это получается уже сегодня. Во всем случае, за два часа об этом было объявлено. За два часа до начала короткой программы. Стало ясно, что они выступать на этом чемпионате не будут. 41,48. Это их лучший результат в этом сезоне. Да и вообще, это их лучший результат в их, так сказать, недолгой карьере. С этими баллами они занимаются сейчас четвертое место. Следующий, шестой дуэт. У нас дуэт из Израиля Даниэля Монтальбана. Американка. Выступает за Израиль сейчас. Ее партнер Евгений Краснопольский. Бывший киевлянин. Эта пара выступала в прошлом году на чемпионате мира в Москве. И там были они 20-е. Короткая программа на музыку танго. Из кинофильма «Мистер и миссис Смит». Американка. КОНЕЦ 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 Да, если бы не падение во время, падение партнерша во время исполнения параллельного тройного Сальхова, то было бы вообще все замечательно. Но падение это было. И, кстати, лучший личный результат за короткую программу 37,43 балла. Да, невысокий результат. Да, вот это падение на оценку за технику заметно снизит. Тем не менее, у каждой пары свои задачи. Я еще раз напомню, что их лучшая сумма за короткую программу всего 37,43 балла. Но даже вот с таким не самым, может быть, лучшим выступлением, они вполне могут показать сейчас лучший для себя результат в короткой программе. Многое будет зависеть еще от оценки за компоненты, которая тоже, правда, слишком высокой не будет. Но, опять же, повторю, что все относительно. И для каждой пары, каждой пары свои какие-то конкретные задачи. Одна из которых, безусловно, является показать лучший в своей карьере результат, лучшую сумму. Вот японка Коко Ино. Один из тренеров этой пары. Галит Чайт, кстати, она известная в прошлом фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира в танцах Сергеем Сахновским. Она сейчас тренирует израильских, в первую очередь, конечно, танцоров, но является и, кроме всего прочего, еще и хореографом среди всех вообще фигуристов Израиля. Ну и я думаю, что вы узнали и вот этого парня, который сейчас сидит справа. Это Вахтан Мурванидзе. Помним его выступление как одиночника. Ну вот, сейчас также один из тренеров этой пары. Ну вот мы ведь, да, оценка 41,69 балла. Это их лучший результат. Они с этой оценкой сейчас на четвертом месте. И завершать выступление в этой разминке будут фигуристы, представляющие Белоруссию. Мария Полякова и Михаил Фомичев. Тренируются они, кстати, в Москве у Сергея Доброскокова. Ну и короткая программа на музыку композиции Led Zeppelin Kashmir в исполнении знаменитой на сегодняшний день британского квартета Eskala. Британский квартет электронной музыки. Ну как-то совсем у них не получился тройной тулуп. Во-первых, мы видели, что они в разнобой его начинали, но и в завершении партнерша упала. Еще одно продение на выбросе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА